Так, надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Ольга, если есть что-то прокомментировать, например, с вашей точки зрения в плане сроков подачи, когда нужно подаваться, потому что вы больше с этим работаете, вы, так сказать, на той стороне баррикад. Ну, конечно, подавать желательно заранее, и начинается все это с выбора университетов, хотя, на самом деле, студенты могут выбирать университет очень долго, да, и, может быть, это даже не самая правильная политика выбрать сразу же самый идеальный, или, как бы сказать, есть смысл понять, что вы хотите примерно, да, то есть какая специальность, в принципе, вас интересует. Для этого фоундейшн и есть, кстати, идеальный вариант, потому что вы потом можете прогрессировать на немного разные специальности, пусть и в одной сфере, скажем так, деятельности. Далее выбрать хотя бы один университет, который вам точно подходит. Извините, меня прогоняют из улицы, но я остаюсь. Выбрать хотя бы один университет, который вам точно подходит и точно нравится, и готовить комплект документов. Потому что если это все выбирать до идеала, да, документы все равно требуются готовить. Нужно писать мотивационное письмо, нужно собирать документы со школы, справки, нужно взять рекомендательное письмо на многие программы, нужно сдать IELTS, в конце концов. Поэтому подавать надо заранее. Чаще всего студенты думают примерно за год о том, чтобы готовить документы. Но, тем не менее, Великобритания принимает документы очень долго, в отличие от европейских многих стран, очень долго вплоть, можно примерно до мая даже иногда подавать. Поэтому сейчас вы еще не опоздали, если вы поступаете на этот год. Если же вы хотите на следующий год, то летом или осенью 2024 года надо начинать процесс. Надо выбирать и готовить документы. Да, я хочу немножко скорректировать, да, вот по поводу зачисления в Университет Великобритании, где сроки в месяц, то это вот как раз если мы говорим о прямом зачислении, примерно по калавриару, сразу поступление на первый курс. Потому что она, опять же, условный, как альтернативный путь International Year One, и потом, соответственно, уже здесь на International Year One сроки рассмотрения от альтернативной недели. Это такое экспресс-поступление, если вдруг не успели сразу поступить на первый курс. Да, International Year One, да, это все гораздо быстрее, но, тем не менее, документы готовить надо. Плюс вы задаете вопрос, что касательно поступления на первый курс. Зачисление идет только после оценок IB? Нет, студенты поступают с предиктами, да, это ваши predicted grades, ваш координатор прекрасно знает, что это такое. Подача документов через ЮКОС идет до 31 января. Это вот то, что происходит сейчас, ну и, собственно говоря, уже, к сожалению, закончилось вчера. Подача через ЮКОС, да, идет до 31 января. Это тот самый equal consideration date, то есть это та дата, когда ваши документы будут рассмотрены, скажем так, равно со всеми остальными. То есть у всех будут одинаковые шансы на поступление. После 31 января подавать все еще можно, подача все еще идет. Выбрать университетов 5, а не 2. С предиктами у вас будет условный оффер, вы совершенно правы. Финальное зачисление после итоговых оценок. И это касается всех. То есть это касается и foundation, и international year one, и бакалавр, и даже магистр. Пока у вас нет документа финального об окончании образования, вы получите только conditional оффер. Ваш КАС, приглашение и подачу на визу вы получите после получения диплома об образовании. Поэтому в Великобритании, в отличие от США, о котором мы сейчас расскажем, все идет в последний момент. К этому надо привыкнуть, я имею в виду подачу на визу, подготовиться и спокойно ждать. В Великобритании студентов рассматривает довольно быстро. То есть они знают, что в конце июня, в начале июля, а после многих программ и в конце середины, в конце августа, по e-level и по e-b, только начинается подача на визу. Иммиграционный центр Великобритании об этом прекрасно знает. И, соответственно, они стараются рассматривать студентов, рассматривают часто, ну как часто, всегда рассматривают на самом деле быстрее вот те, кто у нас были, чем туристов. Поэтому, да, сроки будут гореть, но другого варианта здесь нет. И так оно было всегда. Это не последняя новинка, да, оно так было всегда. Да, и более-менее все студенты уезжают. Если все в том-то и дело заранее начать и грамотно распланировать. Если у вас уже точно есть жилье, вы все уже сдали, вы сидите на готове, знаете, куда вы поступили, вы ждете ваш касс, вы быстренько его оплачиваете, то, что вам необходимо, да, твой депозит и так далее. И вы уже заранее знаете, что вам нужна выписка со счета, что там деньги должны лежать столько-то времени, такая-то сумма. Тогда проблем серьезных не будет, и вы успеете на обучение. Причем обучение в Англии начинается не в сентябре или не в конце августа, как это происходит в Америке, а начинается в середине сентября, а даже иногда и в конце сентября. Вот примерно так. Маш, ну, вроде бы, мне кажется, мы ответили. Ага. Так. Переходим к США? Да, переходим к США. Сейчас, секундочку, я сейчас переброслю. Так. Собственно, и наш последний блок — это образование в США. Да, и чем отличается образование в американских университетах от британских университетов. Если мы говорим в целом про американское образование, то оно, например, более такое гибкое, более обширное. И возможность приобретать студентам таких, приобретать именно трансферные навыки, которые позволяют, соответственно, не с легкостью менять, ну, можно сказать, не с легкостью, но более легко и более проще менять, например, работу, переходить из одной сферы в другую. Также, опять же, американское образование, это также включает, например, профессиональные и учебные стажировки во время обучения. О них будет отдельная такая, отдельный слайд. Плюс после окончания американских университетов иностранные студенты имеют также право остаться в стране и для того, чтобы дойти работу. И этот период, когда насколько можно остаться в стране, будет, опять же, зависеть от специальности. И важно, я бы еще также отметила, что в целом университеты, что в целом американское образование всегда связано с инновациями, с технологиями, что американские, опять же, университеты охотно привлекают иностранных студентов из различных стран, из США, из Европы, из Китая, из Индии, из России в том числе, и дают абсолютно одинаково все возможности проходить день стажировок во время обучения и также возможности трудоустройства после окончания обучения. И, например, если мы говорим, также такой момент, что приезжая, опять же, в Америку, это уже, получается, совершенно другой континент, это совершенно другой менталитет, абсолютно другая система образования, которая отличается от системы высшего образования в России, от системы образования европейских вузов и именно от системы образования британских университетов. И также студенты получают, опять же, незабываемый опыт проживания на кампусе университета, потому что здесь уже фактически, можно сказать, и, во-первых, территория позволяет страны, и сами города достаточно крупные, опять же, позволяют здесь студентам, дают возможности проживания на кампусе, особенно если мы говорим про первокурсников, многие американские университеты, у них есть целое правило и требование, чтобы студенты жили именно на кампусе первый год обучения. Во-первых, по статистике это 90%, что студенты будут успешными, будут легче адаптироваться к системе образования, к преподавателям, опять же, позволяют общаться со сверстниками и так и студентами из других стран, и в том числе с самими американцами, потому что, например, в резиденции проживают студенты не только иностранцы, но и также, например, приезжают из других штатов, из других городов и живут на кампусе. Здесь, вот как раз, что я вам говорила вначале, это инновации технологий, вот здесь вы видите крупные лаборатории, например, робототехники, факультета автомобилестроения, университета Oregon State University, который является в ходе в сетку наших партнерских университетов. Это вот как раз практический опыт и практическое применение знания студентов и возможность, опять же, принимать участие в научных исследованиях и работах с различными американскими компаниями, которые дают определенный проект университету для того, чтобы он произвел, например, какой-то маркетинговое исследование либо какую-то решил задачу, которая стоит перед бизнесом. И, опять же, университеты американские очень спортивные. Вы наверняка многие слышали про то, что спорт является, можно сказать, и дается на профессиональном уровне, не только на любительском, поэтому это всегда первоклассное, опять же, оснащение. Это целая такая отдельная маленькая жизнь университета, именно различные спортивные мероприятия, чирлининг, вот как раз вы видите это игра регби в университете Oregon State, где, соответственно, практически полный стадион, здесь приходят и местные жители города, плюс также приезжают различные студенты из других штатов и сами студенты университета Oregon. И по поводу питания. Вот хочу заверить, что с питанием достаточно все хорошо. Здесь практически в Америке такая система простроена, что готовить фактически во многих университетах на кампусе запрещено по техническим правилам безопасности, и поэтому существуют такие студенческие кафе, где предлагается шведский стол, и здесь есть различные кухни мира, поэтому здесь уже выбор студента. Хочешь есть бургер, хочешь есть правильное питание, горячее, поэтому, как правило, на кампусе, если это, соответственно, крупный университет, где учатся более 15 тысячных университетов, то здесь есть возможность, фактически, есть несколько столовых, где студенты могут питаться. И вот студенческие общежития, здесь вот в отличие от Великобритании, более, наверное, такой нам, нашему российскому университету, более привычный вид резиденции, потому что здесь, как правило, в Америке большое количество отводится именно проживание двухместное, но также есть одноместные комнаты, и что касается ванной комнаты, то здесь она, как правило, делится либо, например, между двумя студентами, либо, например, между несколькими комнатами, если это есть определенный блок. Здесь очень-очень редко встречается, чтобы были удобства именно в комнате студента. И в чем, собственно, суть и уникальность в то же время американского образования, чем они отличаются от других систем обучения. Во-первых, соответственно, здесь гибкость, большая гибкость в выборе специальности. И здесь как раз вот ошибка, если вы вдруг выбрали не ту специальность, если вы не знаете точно и до конца, что вы хотите изучать, что конкретно будет ваше, то здесь всегда есть возможность изменить специальность. То есть можно без потери времени, можно это сделать до второго курса обучения. Потому что, как правило, система образования построена таким образом, что первые, условно, полтора года студентам даются программы, даются дисциплины, которые называются как общие, или как называется это general studies. И здесь студенты могут попробовать различную специальность и различные дисциплины, понять, насколько они все-таки готовы остаться, например, со своим выбором или хотят сменить. У нас были студенты, которые приходили на бизнес и меняли потом на компьютерные технологии. Это все, соответственно, возможно. Это возможно. Также есть получать, есть такая возможность, как понятие major и minor. То есть, соответственно, major — это ваша основная специальность, minor — это дополнительная, это получается второстепенная специальность. То есть это предметы, которые вы можете выбрать как элективные курсы дополнительно к вашей основной специализации. То есть, например, вы можете взять в бакалавриат по инжинирингу, это будет ваш engineering основная major, и, например, взять элективные предметы по музыке, по бизнесу, если они, опять же, доступны в университетах на уровне minor. И таким образом у вас будет возможность скомбинировать желаемые ваши направления обучения. Плюс есть также, например, концентрация. Это узкая специализированная программа на конкретной специальности. Например, вы выбираете общее направление как бизнес-менеджмент, а внутри бизнес-менеджмента можно еще потом выбрать узкую специализацию в маркетинге, в финансах, в международном бизнесе и так далее. Есть возможность получить две специальности одновременно. Это очень сложно по нагрузке. Это будет явно по продолжительности обучения превышать стандартные сроки 4 года. Но, тем не менее, есть такие направления, как, например, нужно взять и получить два диплома по разным специальностям. За нашу практику таких еще студентов не было. Все-таки студенты придерживаются классики. Это major и minor. Либо выбирают концентрацию внутри основной программы. И, например, также есть возможность получить программы двойного диплома. Это, например, у нас университет Дрю. Они предлагают программу по инжинирингу совместно с колумбийским университетом. Это вот такая вот, видите, гибкость учебного процесса. Здесь, опять же, повторюсь, подходит студентам, если вы еще до конца не понимаете, что вы хотите изучать. И важно, что, например, помимо такой гибкости также есть студенты в возможности выбирать курсы и модули программы в соответствии со своими интересами и строить свое расписание. В этом случае, как понятие группы, здесь такого нет. И здесь фактически поток студентов. Здесь фактически вы можете учиться по, например, различным вашим дисциплинам со студентами со всего потока. Нет такой конкретной повязки к определенной группе, например, как у нас есть в наших российских университетах, где у каждой группы, например, факультеты, есть свое конкретное расписание. Нет? У вас здесь будет свое расписание, вы выбираете своего преподавателя, вы выбираете какие дисциплины вам необходимы и, соответственно, таким образом вместе устроите свой учебный план. Опять же, это строить учебный план с координацией со стороны университета, который это у вас будет в этом случае выступать академический куратор, который помогает с выбором предметов, чтобы вы вовремя закончили свою программу бакалавриата. и какие есть возможности получения различных практического опыта во время обучения. Во-первых, начну с того, что, опять же, рабочая виза, студенческая виза позволяет работать во время обучения. Здесь 20 часов в неделю и 40 часов каникулы. Единственное ограничение, что эта работа представлена только на кампусе университета. Работать за пределами кампуса университета будет сложно, здесь нужно будет спрашивать разрешение самого вуза для того, чтобы они смогли вам одобрить работу вне кампуса. Дальше, также, помимо работы по студенческой визе, есть более интересные, например, программы. Это уже программы стажировок, которые могут длиться порядка минимум один месяц, максимум либо один семестр, либо порядка до полугода. Так, у нас появились люди, которые хотят рисовать. И я вижу поднятую руку. Оль, можешь мне помочь? Наталья поднята рука. Возможно, Наталья, хотите задать какой-то вопрос? Да, сейчас секундочку попробуем. Может быть, Наталья поэтому и рисует, чтобы привлечь к себе внимание. привлечь к себе внимание. Спасибо. Так, ну, вот у Натальи, по-моему, есть звук, но... Ну, что делать? Нет, Наталья, напишите нам в чат. Хорошо. Хорошо. Вернемся к стажировке. Итак, то есть, помимо опции, соответственно, мы можем, помимо работы по студенческой виде, есть такие возможности, как работа, как во время стажировок, они бывают неоплачиваемые, как правило, это называется Curriculum Practice Training или CPT, это стажировки по вашей конкретной специализации. Многие университеты как раз включают этот блок стажировок в обязательную программу обучения. И есть Cooperative Programs, или программа Co-op, это уже оплачиваемые стажировки во время обучения, и здесь студенты могут после моей опять же специальности пройти стажировку в течение полугода либо максимум года. На это время они, соответственно, прерываются от своего основного обучения. И третий вид это Graduate Assistants, это для студентов, которые уже магистры, и, соответственно, и у них есть опция работы на кампусе. Это может быть как работа, например, ассистентом преподавателя, либо ведение какой-то научно-исследовательской деятельности совместно опять же с преподавателем. Либо здесь также есть возможность работать, например, в отделах маркетинга, в международном отделе, университет, и опять же, эти стажировки оплачиваемые. Но Graduate Assistants, это уже чисто на уровне программы магистратуры. И после окончания обучения Америка дает прекрасные возможности иностранным студентам для того, чтобы остаться в стране для поиска работы. И здесь как раз работает программа Optional Practice Training, либо OPT. Это фактически программа по стадии WorkVisa, то есть в этот период студенты могут искать работу по своей специальности. Минимум дается 12 месяцев, то есть один год, и плюс для определенной специализации, то есть которая является STEM специальностями, можно еще продлить OPT на еще 24 месяца. То есть если вы заканчиваете STEM-специализацию, то в общей сложности в США можно остаться на 3 года для поиска работы. Как вы видите, что такое STEM, это соответственно как это расшифровывается данная аббревиатура. И я бы хотела добавить, что STEM не всегда означает, что вы должны только получать техническую специализацию, быть айтишником, либо быть например финансистом, но в то же время есть такие направления как архитектура, например, плюс есть творческие направления как digital communication, agriculture, то есть сельское хозяйство, плюс есть программы на уровне менеджмента в наших университетах, которые являются STEM, программы по туризму тоже являются STEM. То есть STEM в принципе очень выгоден для самих штатов, где находится тот или иной университет фактически, потому что это означает, что в этом конкретном штате есть потребность в определенных кадрах, и поэтому они аккредитуют программы университета под STEM специальности. Поэтому когда вы консультируетесь, делаете подбор, то обращайте внимание, даже если вдруг выбираете супер, например, думаете, что это очевидно гуманитарное направление или бизнес направление, всегда можете уточнить у своего консультанта, может ли это направление в том или ином вузе являться STEM специальностями. И как подходим к тому, как поступить в американский университет, опять же здесь начинаем с базы от того, как выглядит система образования в Америке. То есть здесь сами американцы учатся 12 лет и потом они сдают унифицированные экзамы SAT для того, чтобы это условно аналог нашего ЕГЭ в России, для того, чтобы потом поступать в университеты на первый курс бакалавриата. Программа бакалавриата длится практически 4 года. Узкая специализация от мейджора, о которой я говорила раньше, начинается большое количество часов именно по мейджор и начинается именно с третьего года обучения. На первом и втором добавляют, как я говорила, есть общие предметы General Studies и плюс немножко добавляются предметы по мейджор, по специализации. После окончания опять же студенты могут пойти работать, либо могут пойти уже в магистратуру и магистратура здесь зависит продолжительность может быть полтора два года, в некоторых университетах может быть даже два с половиной года. И для тех студентов, кто рассматривает научно-исследовательскую деятельность после магистратуры, можно поступить в доктор натуру, то есть это PhD, и дальше продолжить свое обучение. Какие возможности есть у студентов для того, чтобы поступить на программы бакалавриата в США? То есть если вы заканчиваете выпускник школы российской, у вас например 11 классов, есть AT-START, либо например у вас IB, либо есть у вас программа A-Level, то у вас есть две опции. Это зачисление на программу первого курса, либо вторую программу это International Year 1, это фактически можно пример привести как International Year 1 Великобритания, то есть это эквивалент первого курса с гарантированным зачислением на второй год программы бакалавриата и поэтому вы заканчиваете обучение даже если начинаете с International Year 1 в те же самые сроки 4 года. И что такое International Year 1 более наглядно по сравнению например с прямым зачислением. В этом плане зачисление опять же идет на основании оценок студентов. Это его GPA, потом оценивается уровень английского языка, плюс также оценивается например тест SAT, который может потребоваться в конкретном вузу на конкретную специализацию и плюс также соответственно могут также требоваться дополнительные документы в инвестиционное письмо, рекомендации и вот здесь вы видите более наглядно в чем отличие поступления на International Year 1 который является эквивалентом первого курса и в чем поступление на Direct Tent. То есть фактически International Year 1 более гибкие вступительные требования и важно по сравнению с прямым зачислением не требуется SAT и не требуется фактически дополнительный пакет документов. Более поздние сроки подачи здесь у нас могут они варьироваться например многие университеты могут принимать заявки до середины июня даже при прямом зачислении как правило ранней подачи это может быть 1 февраля это может быть 1 апреля в зависимости опять же от университета и важность программы International Year 1 что вот здесь как раз студентов показывают собственно как работает американская система образования как регистрироваться на занятия как составлять свое расписание опять же за студента предъявляется куратор который отслеживает успеваемость посещаемость студенты для студентов International Year 1 проводят дополнительные занятия как например введение в американскую культуру чтобы соответственно студенты лучше понимали менталитет это очень важно при проживании в другой стране и опять же для поиска работы и International Year 1 из того что он является эквивалентом первого курса поэтому он сочетает в себя предмет как английский язык и академические и академические дисциплины первого курса которые засчитываются в счет обучения и это позволяет студенту гарантированно перейти на второй год обучения без потери года обучения и также важно что программы International Year 1 опять же проходят на кампусе конкретных университетов и соответственно позволяют быть уже студентом вуза с первых дней обучения и имеют доступ абсолютно ко всем спортивным ресурсам библиотекам к возможности посещать какие-то внутренние мероприятия вуза то есть это вот такая более плавная опция зачисления в американский вуз если мы говорим про студентов IB то я бы добавила следующее что студенты IB могут поступать как и на программу International Year 1 и как сразу на программу Direct Entry отличие здесь будет опять же по баллам то есть для International Year 1 IB требуется 24-26 для прямого зачисления от 26 до порядка 30 баллов что касается английского некоторые вузы опять же требования по английскому здесь представлены практически все сертификаты которые принимаются американскими вузами на данный момент и здесь важно что например здесь студенты могут некоторые вузы даже могут отменить сдачу английского языка если студенты например на уровне IB изучали английский здесь надо уже более детально рассмотреть ваш случай какие предметы вы изучали и требования университета по отмене сдачи экзамена по английскому языку и и собственно здесь показана карта наших всех университетов здесь есть порядка 30 вузов куда вы можете поступать на программу бакалавриата на программу есть ряд вузов которые предлагают программы International Year One и прямое зачисление география обширна то есть у нас есть университеты и на восточном побережье в крупных городах в Нью-Йорке в Бостоне есть университеты которые находятся на западном побережье рядом с Калифорнией например университет Oregon State University есть соответственно университеты которые находятся рядом с Чикаго в центре это Illinois State поэтому здесь опять же география обширная здесь есть как мы можем предложить обучение как в крупных городах также и в небольших студенческих например на городах где сам университет является градообразующим и я бы хотела привести пару примеров чтобы вы понимали имели представление в каких опять же университетах мы предлагаем какие специальности и на какие специальности нужно обратить свое внимание например университет это Oregon State University он находится в городе Карвалис на западном побережье в штате Орегон это крупный государственный университет там учится порядка 24 тысяч студентов это вообще по подсчетам если по такой статистике как уровень заработной платы то выпускники именно Орегонского университета получают порядка получают на 20 тысяч условно долларов больше чем например выпускники других гузов США и важно что университет делает как раз большой упор на программы КООП для например студентов бакалавров у них есть КООП напомню это оплачиваемые стажировки и здесь есть оплачиваемые стажировки которые предлагаются на двух факультетах это инженерный и бизнес факультет средний заработной платы за такую стажировку порядка 50 тысяч долларов за год в Орегоне находится самая крупная школа компьютерных технологий плюс опять же сама Орегон является штатом к тому же где не нужно платить налоги опять же это большой плюс экономия соответственно на проживание и этот университет если мы когда говорим про специальность мы всегда рекомендуем это университет сам себя позиционировать как крупный технический вуз и вот здесь вы как раз видите особенно этот вуз сильный по направлениям компьютерные технологии по работе техники по машиностроению является самым инновационным университетом и входит топ-60 университетов США и здесь вот также если мы затронули например тему IT потому что опять же это западное побережье то вообще Орегон считается как его расположение в городе Карвалис и в самом штате Орегон еще называют как Кремниевый лес потому что в целом университет окружен такими компаниями как например Intel и они являются работодателями штата плюс есть рядом с лузом находится большое количество маленьких небольших стартап компаний и поэтому собственно и отсюда такое название Кремниевый лес также я бы здесь например обратила помимо инженерных специализаций такое направление как сельское хозяйство потому что это все считается профессией будущего как показывает мировой кризис все-таки многие страны требуют в многих странах будущем идет мировой мировой кризис и поэтому здесь сельское хозяйство и возможность повышения производства новых культур опять же будет как одной из востребованных специальностей и опять же к тому же сельское хозяйство в Орегонском университете входит в топ-5 по рейтингам среди всех университетов мира и плюс это STEM-специализация следующий университет тоже государственный это уже Джордж Мейсон университет он находится у нас уже на восточном побережье рядом со столицей с Вашингтон Ди Си и здесь я бы отметила что в университете опять же из-за его локации сильные такие например гуманитарные направления опять же нищего его специализации это все что связано с международными отношениями с госуправлением потому что опять же в Вашингтоне находятся все фактически столицы и находится большое количество всех большое количество различных посольств различных посольств плюс важно что также университет в частности рядом с его кампусом где располагается факультет по компьютерным технологиям Амазон открывает свой второй головной офис и плотно работает с университетом по программам стажировок по программам взаимного сотрудничества в сфере IT-технологий научных исследований в данном направлении и по например я бы еще выделила бизнес и в частности экономика потому что по этой специализации как раз университет входит в топ-30 среди университетов Великобритании и краткий небольшой рейтинг что в целом если мы сравним университет Джордж Мейсона со всеми государственными вузами в США их порядка около тысячи то здесь он не занимает 64 строчку рейтинга и следующий вуз это университет Дрю это университет который у нас уже находится в городе Мэйдисон это в 50 минутах от Нью-Йорка и соответственно университет является университетом либеральных наук и это как раз дает возможность студентам выбора из широкого большого количества программ попробовать во время обучения то есть здесь нет ограничения по выбору майнер коллективных курсов здесь фактически можно изучить студенты гуманитарий могут изучать и IT и естественные науки то есть получать такое широкое образование и вообще в целом в университете 90% преподавателей являются выпускниками в топ 50 университетов мира и поэтому здесь опять же ценится очень такой индивидуальный подход к студентам это во многом еще благодаря тому что вуз небольшой здесь учатся всего 3000 студентов и фактически здесь идет много контактных часов между преподавателем и студентом и важная еще такая у него есть фишка что здесь есть возможность пройти стажировку в Нью-Йорке здесь есть это называется например студенты кто рассматривает финансы бизнес это стажировка в Нью-Йорке в Уолл-стрит то есть это прохождение практики например финансовых трейдинговых компаний в банках и также есть возможность пройти стажировку в ООН а также в сфере такой сфере как театральное искусство культурный менеджмент и современное искусство поэтому опять же например если мы говорим про современное искусство то здесь стажировки проходят в галереях Нью-Йорка и важно что эти стажировки они не студенты во время прохождения этой практики не отрываются от основного учения то есть сначала они учатся в первой половине дня а во второй половине дня уже идут стажироваться и опять соответственно здесь я бы также программы если мы говорим про следующий наш университет это последний в моей презентации это университет Сахалка он находится в Бостоне и самый классный его такой сейлинг поинт это то что он находится именно в таунтауне то есть в самом центре города и в самом центре города расположен и кампус университета и плюс резиденции то есть они все располагаются в пешей доступности на одной улице то есть это уже более городской вуз без какой-либо своей собственной так сказать понятия как собственной территории и опять же Сахалк это прежде всего мы рекомендуем студентов кто рассматривает бизнес кто рассматривает финансы бизнес аналитику юриспруденции именно здесь фокус университета на трудоустройстве и развитии карьерных навыков например по программе маркетинга финансы на уровне бакалавриата обязательно включена стажировка по и если мы говорим про программы маркетингу на уровне магистратуры то эта специальность вообще является также также стем и по статистике по трудоустройству Сахалк вообще считают очень международным студентом где выучится большой процент иностранных студентов и у них конкретно вузе например факультета бизнеса 90 процентов трудоустройства именно иностранцев в течение года после окончания обучения и по стоимости вот как раз этих четырех вузов я специально отобрала здесь вузы разного порядка то есть это имеется ввиду в плане что это и государственные университеты это напоминает что это Джордж Мэйсон Орегон Стейт Университет и Дрю и Сахал это являются частными вузами и соответственно студенты могут здесь здесь вы видите стоимость например программ Инту Интернешнл ЕО Ван и возможные получить стипензии где-то и здесь опять же есть чем раньше вы подадите заявку чем больше шанс у вас получить скидку от университета и опять же стипензия тоже как в университетах Великобритании рассматривается на основании оценок то есть среднего балла студента и дополнительные расходы плюс к этой стоимости это получается учебники и страховка и транспорт то есть вот такой разброс цен конкретно по этим вузам собственно все вот это кампус Маша я так понимаю что мы тебя отпускаем Мария у нас сегодня улетает корабля на бал так да я тогда отвечу сейчас на все ваши вопросы Маша тебе спасибо большое я расскажу вам кратко о визах вот и вышли потом вам запись все Маша спасибо тебе спасибо большое так привет Екатеринбургу моей родине все спасибо большое что пригласили всем хорошего вечера при окончании вебинара все всем до свидания пока так я остаюсь с вами я постараюсь сделать это очень быстро так секундочку у нас и видео пропало но тем не менее я понимаю что вы все устали поэтому я вам отвечу на ваши вопросы расскажу немного о визе где же у меня в чат так так цены указаны за год обучения да везде цены были указаны за год в среднем по США мы видели цены за государственные вузы это средняя цена 25 35 40 тысяч долларов в год с возможностью стипендии 10 12 15 тысяч долларов в первую очередь то есть это скидка на обучение в разных вузах немножко разные правила где-то эта скидка может быть только на первый год где-то она дается сразу же на 4 года но с условием что вы будете продолжать учиться так же хорошо как вы например закончили школу это например государственные вузы 25 35 тысяч долларов в год без учета стипендии и соответственно жилье оплачивается отдельно если мы говорим о частных университетах то тут цена может варьироваться от 40 и вплоть даже до 60 тысяч долларов в год но у частных вузов как говорится денег больше то есть они и стипендии дают обычно больше и стипендии могут идти там как раз от 10 до 20 до 25 тысяч долларов в год поэтому здесь мы смотрим по вашей успеваемости вашим оценкам и какая максимальная сумма стипендий в принципе университетам может предоставляться ну чтобы все это нам закончить и дать вам полную информацию так секундочку вопрос еще извините как обстоит ситуация с медстраховкой медстраховка во всех странах обязательно в Америке за да собственно и в Англии тоже за медстраховку по большому счету несет ответственность университет то есть вы не сможете начать учиться без оплаты страхования но в Америке вам страховка включается автоматически в счет и стоит она довольно много в среднем от полутора даже до 2,5 тысяч долларов в год и больше сумма зависит от штата на самом деле а не от вуза то есть каких-то отдаленных штатов где в целом расходы меньше на жизнь там страховка будет подешевле а Бостон, Нью-Йорк и вполне себе и 2,5 тысяч долларов в год если мы говорим о Великобритании то вы оплачиваете обязательно медицинское страхование при подаче на визу это на самом деле взнос в государственную систему здравоохранения по которому вас ну не вас а студента бесплатно обслужат если что-то случилось экстренное вот как у нас в России да что-то случилось скорая приедет там тоже самое стоимость этой страховки то есть этого взноса по сути тоже довольно крупная в среднем по-моему в год около 600 фунтов она стоит то есть 60-70 тысяч рублей в год даже больше да сейчас уже фунт вот и это только взнос в систему здравоохранения то есть это экстренная помощь далее университеты предлагают студентам еще и стандартную медстраховку то есть частную сверху и в среднем тоже стоимость и 400 фунтов в год и 500 и это чтобы вот вы могли ходить к General Practitioner то есть там что-то приболело что-то хочу лекарства выписать да это еще тоже оплачивается сверху но ну расходы там большие скажем так то есть студенты которые у нас там живут учатся естественно лечить зубы все приезжают сюда многие ездят в Европу лечить зубы там или там не знаю в Стамбул кто как да но большинство раньше по крайней мере приезжали лечить зубы сюда основные свои там какие-то вопросы обследования делали все равно здесь ну и я поступала точно так же когда училась в Англии где жила там у меня та же самая ситуация была значит по поводу закончим по визе расскажу вам коротко потому что здесь нюансов много но в целом чтобы вы понимали картину важно как бы основные особенности и разница американской и британской визы значит ответим на несколько вопросов когда можно подавать на визу виза в Великобританию студенческая подается только тогда когда студент получил полное образование получил диплом на руки IB A-Level аттестат университетский диплом неважно то есть получил образование полностью предоставил в университет копию своего диплома и университет выдал приглашение то есть если это российская система образования то аттестат вы получаете в конце июня если это программы типа IB A-Level то в принципе результатом релиз-дейт бывает и в начале июля да и ваш координатор сам отправляет результаты в университет но пока результаты будут доставлены бывают разные задержки A-Level по-моему чуть позже и часто только к концу июля возможно получить приглашение на визу по этим документам но если все это распланировать заранее сделать флюорографию все что необходимо да то в августе студенты подают на визу и обычно к концу августа к середине сентября у вас визы есть просто ее нельзя сделать заранее то есть начало обучения это редкие случаи когда студенты не успевают это когда они изначально подают поздно и не успевают еще и с остальными документами когда подача на визу в Америку в любой момент то есть как только вы зачислены даже если вы еще учитесь большинство студентов подают и в апрели и в мае и в июне чем раньше тем лучше тем легче записаться пожалуйста зачислились оплатили депозит получили приглашение, все, едем, подаем на визу. Где подаем на визу? В Великобритании подача на визу здесь, вы подаете в визовом центре, с записью были сложности, сейчас вроде бы все эти вопросы решены, но плюс к тому, если тоже заранее все это планировать, можно записаться и подать на визу. К сожалению, Великобритания сейчас отменила срочную запись, срочное рассмотрение, как бы с началом февральских событий, все срочное, подача без паспорта, все это отменено, но на самом деле в визовом центре, скажем, подать любой день, за денежку тоже можно, хотя официально это нигде не написано. Значит, где подаем в Америку? Америку давно уже подать в России нельзя, уже сколько, 4-5 лет, наверное, это все длится. Основной поток студентов подает в Америку, в Казахстане за счет того, что туда удобно долететь и есть много окон, однако в Казахстане спорная ситуация по отказам, то есть в принципе все равно большинство подает там и все более-менее в порядке. К отказам сейчас придем. И более реальная подача на визу, скажем так, с точки зрения выдачи, это Сербия, но Сербия подают реже по причине того, что просто неудобнее лететь и дороже. Это уже решение самих студентов. В Сербии выдают лучше, даже после отказа в Казахстане Сербия дает визы. Хорошо выдают Любляна, но это Шенген, в Сербии Шенген не нужен, Любляну нужен Шенген, опять же он есть не у всех. На самом деле хорошо выдают Польша, очень замечательно выдают, но тоже нужен Шенген, и до Польши еще и надо бы добраться. Поэтому в разных местах, кто-то подает в Арабских Эмиратах, кто-то подает, даже у нас была Корея, но на самом деле, если мы говорим об Америке, мой вам совет, вдруг вы решили сделать себе туристическую визу или что-то еще. Основная проблема, подавали даже в Аргентине, в Эквадоре, и где-то такое не подавали, в Мадриде, в Риме. Основная проблема в том, что не надо, вот касательно Америки и американских консульств, не надо придумывать велосипед, когда он уже изобретен. Если все в основном едут в Казахстан, в Сербию, например, и в Любляну, то надо ехать в Казахстан, в Сербию, в Любляну. Многим кажется, что если весь поток летит в Казахстан, значит, если я поеду в Казахстан, мне откажут, потому что, не знаю почему, потому что наших там много. Это неправда. В основном студенты получают отказы и туристы как раз в тех странах, когда они решают выдумать новую страну для подачи на визу. Например, я хочу подать в Сеуле. В Сеуле все не очень хорошо. Вот. Или там, скажем, в той же Аргентине отказ за отказом. И это было личное желание там студентов или туристов по какой-то причине подать не там, где подают все остальные. Во многих ситуациях в жизни это правильная политика. Но по Америке это неправильно. Подавать надо там, где подают основной костяк, где вы можете видеть в чате, когда кому дают, кому отказывают, какая ситуация, по очень простой причине. Консульство в этой стране уже знает россиян. Оно знает, как выглядят ваши справки, как выглядят поддельные справки, что обычно россияне говорят. И тогда у них есть уже какая-то статистика и понимание. Когда новый русский, человек ни разу не подававший в Эквадоре, приезжает в Эквадор, привозит свою справку с работы, они не знают, правильно это или неправильно, так она выглядит или не так. И думают, лучше я ему все-таки откажу, чем я вдруг какому-то террористу визу дам. Я же не знаю, чего у них там в России происходит. Поэтому так. Что касается сроков, сколько рассматривают документы на визу. Если мы говорим о Великобритании, то это стандартная подача на визу, как мы привыкли подавать в тот же Шенген. Вдруг вы и не подавали. То есть это обыкновенная подача в визовый центр, где важная задача это правильно собрать комплект документов, все, что нужно предоставить, сдать отпечатки пальцев, сидеть, ждать. В среднем вынос решения по Великобритании в том году, потому что мы все-таки базируемся на, ну, у нас есть сезонность, да, то есть начало обучения либо сентябрь, либо январь. Поэтому мы смотрим в том году, это значит лето 2023 года, основная масса подач. Решения выходили в среднем за 3-4 недели, в то время как туристов рассматривали, и сейчас рассматривают, и 8, и 10, и 12 недель. Поэтому студенты в визе выдается быстрее. Насчет США. Если вы вдруг не знаете, ну, если знаете, я повторю, в США вы решение по визе получаете непосредственно в момент подачи, то есть вы проходите собеседование, к собеседованию мы готовим. По большому счету, какие документы у вас есть, на самом деле, не играет большого значения. В основном документы, которые вы несете с собой, они просто вас поддерживают, что вы уверены, что у вас все есть. Если меня спросите, я чего-нибудь обязательно покажу, и расскажу, и я весь с документами. По большому счету, это вообще не важно, что есть у вас с собой. Если у вас есть приглашение, паспорт и правильно заполненная анкета, и вы готовы к собеседованию, вы можете все это рассказать на собеседовании, и на нем же вы узнаете, да или нет. После этого, если все удачно, у вас паспорт забирают на вклейку, и в среднем вклейка занимает от двух дней, например, в Казахстане или в той же Сербии очень быстро, и может там до недели где-то еще задерживаться, например, в Испании. Значит, сколько мы понимаем, что, ну, насчет документов я вам более или менее сказала, важно понимать, что вот для Великобритании есть подготовка документов, в отличие, скажем, от Америки, где в Великобритании вам нужно держать определенную сумму на счету, и держать ее как минимум месяц, да, нужно делать выписку со счета, где в Великобритании нужно студенту сдать обязательно медобследование, то есть это тест на, ну, как сказать, флюорографию, да, медицинский репорт, и делается это в определенной клинике, в которую всегда в сезон не записаться, где в Великобритании вам нужно обязательно сдать IELTS, и на многие программы именно IELTS UKVI, это тоже, как Мария сказала, это требование не вузов, это требование миграции, именно за счет того, что есть определенные регионы, определенные страны, которые долгие годы обманывали консульство Великобритании в своих странах, например, россияне, Индия и Китай, и подделывали сертификаты на знание языка, и в итоге в Великобританию приезжали люди, не знающие английский язык, именно поэтому введен дополнительный IELTS, который проверяет консульство, да, где студент знает английский язык, то есть в Великобритании процесс подготовки такой чуть более, скажем, длительный, но при этом в Америке тоже подготовка не самая легкая, просто потому что нужно понять, куда ехать и что там рассказывать, какая там сейчас текущая ситуация по выдаче ВИС. Естественно, каждый студент, родитель спрашивает нас, какая у вас статистика. Делать статистику по той же по выдаче ВИС имеется в виду, делать статистику по тому же США довольно сложно, по причине того, что если раньше мы подавали в одном посольстве, ну или в двух консульствах, да, в России, или в трех еще, когда был Екатеринбург, то мы могли действительно делать какую-то статистику, что-то прогнозировать. Сейчас, так как это абсолютно разные потоки, уезжающие в разные концы, то это делать сложнее. Но, тем не менее, какую-то примерную статистику по ощущениям, конечно, сказать можно. Если мы сравним, то я бы сказала, что в Великобритании выдачи ВИС это, например, 99%, и, конечно, речь идет о студентах. С туристами все не так. Если мы говорим о США, то я бы сказала, что, наверное, около 90% выдачи ВИС, то есть отказы в США есть. Да, они есть. Если раньше там один отказ, это была величайшая трагедия, и это было прогнозируемо, то сейчас это не очень прогнозируемо. В США действительно можно получить отказ, вроде бы имея идеальный комплект документов, отвечая на все вопросы, вроде бы все прекрасно, но все равно. То есть по прошлому сезону у нас был один отказ, когда студент не уехал. Все остальные, там еще было парочка отказов, они переподались, вот, скажем, после Казахстана в Сербии, и визу получили, да, большинство все-таки, кому отказывают, пробуют второй раз, и визу выдают. То есть в США, так как студент проходит собеседование, и выдача визы не сильно зависит от документов, я бы сказала, практически не зависит от документов, которые вы собираете, то здесь есть, конечно, вот эта русская рулетка, американская рулетка, мы не можем точно сказать, какой будет результат, поэтому в США классно, что мы можем подать заранее и запланировать. Многие студенты подают сразу же в несколько стран, документы зачисляются в несколько стран, съездили в США, посмотрели, вдруг неуспешно или что-то еще, окей, подаем в другую, делаем визу в другую страну. В Великобритании все намного проще за счет того, что есть точный комплект документов, есть то, что точно надо собрать вероятность отказа здесь. Ну вот я поставила 99% для себя, но отказов у нас не было, то есть такой ситуации не было, но я ожидаю, что это, в принципе, возможно, вроде бы, ну вот, а раньше выдаваемость была 100% всегда, просто нужный комплект и виза будет одобрена, в другой ситуации не может быть. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Я думаю, мы вам уже надоели сегодня, вот, если спрашивайте, пишите в чат. если вопросов нет, я горжусь вашей самоотверженностью, что вы сидели до 9 и все это слышали, то, как вы видите, Мария покрыла лишь малую часть университетов, и это именно университеты, партнеры компании Инту. Университетов безумное количество, мы подаем как напрямую ЮКОС, так и Команэп, то есть любые системы подачи, это все у нас есть, все просто зависит от того, с чем приходит студент. Какие у вас оценки, когда вы пришли? Как вы видите, ЮКОС закрылся 31 января, первый раунд, условно говоря, подавать дальше можно, но во многие там топовые вузы уже все, ну, как бы вы не будете уже приняты, да, и, соответственно, некоторые студенты там хотят еще подать, но вроде бы эти вузы уже не проходят. Вот есть International Year One, очень даже топовые, сильные университеты. В Америке та же история, если подаем напрямую, то многие университеты, Калифорния, закрылась 30 ноября на этот год, там, скажем, многие вузы закрылись в начале января, в какие-то вузы все еще требуется SAT, правда, не везде, и если студент, скажем, все еще хочет подавать, а SAT нет, то вот есть спектр университетов, в которых отложенная поздняя подача SAT не требуется. Так, ну, я так понимаю, что мы закончили. Спасибо вам большое. Я всех отпускаю домой. Я разошлю вам эту запись, и, пожалуйста, соответственно, в подписи будут мои контакты, мой телефон. Возвращайтесь. Для каждого студента разная структура подачи, вузов и так далее. Да, и комбинация университетов. Спасибо вам большое. Так, депозит. Так, так, так. Вопрос. Как подтверждать депозит? Я думаю, вы имеете в виду, как его оплатить для россиян. Да, это сложная ситуация для всех. Вы можете оплачивать депозит через, ну, то есть, скажем так, большинство студентов и родителей уже имеют какие-никакие счета. Большинство съездили в Казахстан, съездили там куда-нибудь еще, съездили в Турцию, в Узбекистан, и что-то себе уже открыли. Если же этого нет, на самом деле, лучше бы это все равно сделать. Но, отвечая прямо на ваш вопрос, депозит можно оплатить через нашу компанию. Мы официально зарегистрированы в Европе, всегда были зарегистрированы в Европе, мы европейская компания, имеющая офисы здесь. Поэтому у нас есть европейские счета. Депозиты через нас оплачивают, нам оплачивают официально в рублях, так же, как оплачивается любой там летний лагерь или поездка туристическая, да, по курсу, а мы переводим ваши средства. Но крупные платежи мы не делаем, да, если ваше обучение стоит 30 тысяч долларов, к сожалению, нет, а у нас сотни студентов, такие платежи мы, конечно, не производим, поэтому желательно бы все-таки считай себе какие-то открыть через друзей и знакомых. Если любое третье лицо делает оплату за вас, это тоже возможно. Но здесь тоже есть свои нюансы. Возврат средств производится только на тот счет, с которого вы оплатили. То есть, если вы передумали, не дай бог отказали в визе, болезнь, все что угодно, вы решили сделать возврат, деньги вернутся вашим друзьям и знакомым. Если вы платили через нас, у вас с нами договорные отношения, мы обязаны вам деньги вернуть. Если же вдруг вы платили через друзей, потому что у нас была такая ситуация, этим друзьям вернули ваши 20 тысяч долларов, и вдруг эти друзья исчезли, и вы не можете забрать эти деньги обратно. Ну, вот это сложный момент, поэтому желательно бы счета себе все-таки открыть. Вот, все. Всем спасибо. Запись мы сохраняем. И до свидания. Рады были вас видеть. Продолжение следует...